Здравствуйте, вы на канале Дмитрий Хребтеевский. Сегодня поговорим о таком атлете как Грег Плит. Грег Плит младший родился 3 ноября 1977 года в Бербанке, Калифорния. Его мать работала в дизайнерском агентстве и имела дочь, потому Грег был вторым ребенком в семье. Отец занимался недвижимостью. Заниматься спортом Грег начал еще в подростковом возрасте, что изрядно повлияло на закалку его характера. Его отец собственноручно построил в доме персональный спортивный зал, что стало отличной мотивацией, увлечением для будущего спортсмена. Помимо силового тренинга он также увлекался футболом, гольфом и армрестлингом, хотя позднее сфокусировался на бодибилдинге. В первом зале Грега его любимыми снарядами были брусья и перекладина. Сестра Грега служила в военно-морской академии и ее физические возможности и пример настолько впечатлили юную звезду, что после окончания школы в 1996 году он поступил в то же учебное заведение. Именно академия дала невероятную закалку воли, самодисциплину и умение преодолевать любые трудности. По ее окончанию Плит стал рейнджером и пробыл на службе еще пять лет. На его счету числится более 1500 прыжков с парашютом, закончил он службу в звании капитана. Карьера Грега Плита в фитнес-индустрии началась после приезда в Лос-Анджелес, где Грег стал лицензированным тренером. Он делает внушительные успехи и достаточно быстро становится обладателем звания спортсмен года. После этого Плит решает создать собственную уникальную систему тренинга под названием МВТ-28. Особенность МВТ-28 заключается в обилии комплексных и универсальных движений, которые направлены не только на жесткий набор мышечной массы, но и повышение физических возможностей. Например, в программе большое внимание уделялось различным видом отжиманий для мышц груди. В тренировках спины присутствовали такие упражнения, как удары молота по покрышке, лондонские мосты, которые Грег явно позаимствовал из подготовки рейнджеров и прочие нестандартные движения. Помимо тренерской деятельности, Грег развивается в и других направлениях, участвует в различных проектах, снимается в журналах, появляется в кино и крупных шоу. Также Грег Плит является единственным человеком в истории, который сумел попасть на обложку главного фитнес-журнала страны на протяжении пяти лет подряд. Его предпринимательская деятельность тоже была достаточно успешной. Он являлся создателем спортивной добавки вэйап и многофункционального тренажера Мэтабл, что принесло атлету не один миллион долларов прибыли. Вся программа тренировок Грега Плита была заточена под одновременное развитие массы, силы, выносливости, а также поддержание низкой жировой прослойки. В неделю атлет проводил пять тренировок, прорабатывая каждую мышечную группу отдельно. Понедельник, спина. Вторник, грудь, среда, плечи. Четверг, тренировка рук. Пятница, ноги. Прессом качал после каждой тренировки, уделяя этому не менее 15 минут. После проведения цикла дни тренировок менялись для избегания мышечной адаптации, неизменной оставалась только проработка пресса после каждой силовой сессии. Особенность проработки абдоминальной зоны также заключалась в том, что Грег на каждую тренировку прокачивал одну из мышечных областей, нижний пресс, верхний, косые. Это позволяло грамотно восстанавливаться даже при работе на пресс на протяжении пяти дней в неделю. Время тренировок чаще всего было утренним, около шести утра. Это было продиктовано насыщенным графиком, съемками и прочими событиями, в которых Плит принимал участие. Он сам комментировал, что после выработки привычки тренироваться по утрам, он начал ощущать бодрость на протяжении всего дня. Хотя атлет никогда не пропагандировал такой образ жизни, в своих книгах, интервью и программе он советовал заниматься вечером, когда после тяжелого тренинга можно хорошенько отдохнуть и выспаться. Если удавалось, Грег проводил вторую тренировку вечером. В основном в нее входило кардио или легкие нагрузки. Рацион атлета был достаточно привычным для фитнеса, обилие белковой пищи, минимум углеводов, с акцентом на овощи и любые медленные углеводы, полезные жиры и отсутствие джанк-фуда. Иногда он устраивал четмилы, которые помогают поддерживать низкий уровень жира в теле и дают психологическую разгрузку. Среди добавок Грег плит использовал. До тренировки 50 граммов сывороточного протеина, креатин, предтренировочный комплекс, включая кофеин и аргинин. После тренировки 50 граммов сывороточного протеина, креатин, глютамин, размешивая в натуральном соке. Перед сном 50 граммов казеина. То, как умер спортсмен, породило множество теорий и загадок. Известно, что Грегори погиб в возрасте 37 лет, попав под поезд. Произошло это во время съемки рекламы известного энергетического напитка. В ролике он должен был обгонять поезд в образе Супермена после того, как сделал глоток энергетика. Во время съемок он побежал вперед, где по задумке его должен был догонять идущий по соседней линии поезд. В результате при съемке сбоку это выглядело бы так, словно звезда фитнеса действительно обгоняет идущий за ним состав. Но технические эксперты произвели неверные расчеты, что привело к жуткой катастрофе. Очевидцы, которых опрашивала полиция, утверждали, что после звукового сигнала атлет побежал вперед, и лишь в последние моменты понял, что поезд движется прямо за ним. Грег умер на месте от удара, что указано в причине смерти. Официальное видео смерти Грега Плита было конфисковано полицией в ходе расследования. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк и подписаться.